Врач-терапевт Это эндокринология, это ревматология, это лилингология, это офтальмология. То есть более 80% пациентов, которые приходят в амбулаторно-поликлинические учреждения, они приходят именно к врачу-терапевту. И именно врач-терапевт имеет первый контакт с пациентом и должен правильно сориентироваться, правильно поставить диагноз и направить на дообследование или консультацию к узкому специалисту. И так сложилось, что именно представители этой медицинской специальности чаще всего попадают в зону критики пациентов. А к этому не самому приятному обстоятельству врачи готовят еще в университете. Психологическая подготовка, она проводится на базе медицинского вуза, когда специалист получает образование. Конечно, вообще, я хочу сказать, что врач-терапевт и вообще любой врач, это человек, который любит человека. Потому что без любви к человеку невозможно стать хорошим, быть вообще хорошим специалистом. Можно владеть большим багажом знаний по медицинской науке. Но если нет контакта с пациентом, то никогда хорошего эффекта от лечения и общения не будет с таким врачом. Постановка диагноза – это процесс, в котором очень важна квалификация врача, его знания, умения и внимательное отношение к пациенту. Но важное значение имеет и мотивация пациента проходить осмотры. Менталитет русского человека таков, что в поликлинику он идет лишь тогда, когда что-то заболело. Чтобы исправить ситуацию, Минздрав утвердил приказ о диспансеризации, который от года к году совершенствуется. Диспансеризация проводится за счет системы обязательного медицинского страхования. То есть государство, по сути, платит за человека. Эти деньги поступают в федеральный фонд от налоговых сносов, которые платят либо работодатели, либо правительство за неработающее население. Потом эти деньги распределяются по субъектам Российской Федерации. И таким образом, в конечном уже итоге, поступают в медицинскую организацию в виде оплаты за оказанные медицинские услуги тому или иному человеку. Всех граждан с 18 лет и до 99 приглашают пройти профилактический осмотр и диспансеризацию. То есть получается, все сейчас лица, обратившиеся в поликлинику, они ежегодно будут осматриваться. Либо это будет профилактический осмотр, либо профилактический осмотр будет входить в комплексное обследование диспансеризации. То есть диспансеризация проходит 40 лет ежегодно, а до 40 лет, с 18 до 39, она проходит раз в 3 года. Но в те года, когда пациент не попадает в диспансеризацию, он проходит профилактический осмотр как самостоятельный тариф. То есть эта диспансеризация сейчас подразумевает, что все года возрастные категории попадают под профилактический медицинский осмотр. Всеобщая бесплатная диспансеризация в нашей стране началась с 2013 года. И с тех пор, по данным Минздрава, профилактические медосмотры прошли больше 80 миллионов взрослых и практически все дети в России. Благодаря тому, что в прошлом году диспансеризация проходила, уже начались онкоскрининги, и в этом году онкоскрининги проводятся, имеется статистика, что примерно на 30% увеличилось количество выявлений онкологических заболеваний на первой-второй стадии. Это на самом деле очень много. Это значит, что 30% этих людей имеют реальный шанс на выздоровление. Потому что мы знаем, что рак первой-второй степени, он достаточно успешно, можно его вылечить. А более запущенные формы здесь, к сожалению, уже нет такой положительной статистики. Но чтобы статистика улучшалась, одного желания Минздрава недостаточно. Врачи отмечают, что граждане по-прежнему с не самым большим рвением обращаются за профилактической помощью. Может быть, мотивации нет, может быть, я не могу сказать, но на самом деле пациенты идут неактивно. Сейчас в поликлиниках очень удобно. Во всех поликлиниках организованы кабинеты профилактики. И, кстати, в этой новой диспансеризации кабинеты профилактики должны работать по графику работы поликлиники и в субботние дни тоже. То есть очень удобно. Люди могут после работы прийти в субботние дни, но, наверное, мотивации нет у людей. Надо больше, наверное, пропагандировать профилактику, рассказывать, как это важно. Все-таки болезнь легче предупредить, чем лечить. Продолжение следует...